Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами встречаемся накануне очередной годовщины Великой Октябрьской Советской Социалистической Революции. Поэтому, прежде всего, я хочу всех вас, присутствующих, тех, кто нас слушает и смотрит, поздравить с наступающим праздником и напомнить о том, как сказал Владимир Ильич, что лучший способ отметить очередную годовщину – это сосредоточиться на наших нерешенных задачах. И сегодня мы с вами будем заниматься вопросами классовой борьбы и политического спектра, применительно к современной России. Занятие у нас сегодня семинарское. Семинарское занятие, я думаю, что для вас не новость, что из себя представляет. В отличие от лекции, где товарищ лектор трудится, готовится, потеет, выступает и, соответственно, доводит до слушателя информацию, то на семинарском занятии наоборот. Так сказать, преподаватель может откинуться в кресле, посидеть, послушать, что скажут слушатели. Ну и, так сказать, если на лекции слушатели могут каверзными вопросами сбивать товарища лектора, смысле не давать довести ему до конца, то здесь на семинарском занятии задача другая – не дать себя сбить каверзными вопросами преподавателя. Но поскольку у нас Красный университет, мы собираемся здесь как соратники, как единомышленники. И задача наша – не сбить кого-то с толку, не запутать, а наоборот прояснить, помочь разобраться в таком непростом вопросе, как политическая борьба, как понятие о политических партиях, классификация политических партий и, соответственно, применять дальше эту классификацию в своей борьбе. Классовая борьба неизбежно переходит в борьбу политическую, то есть без политической борьбы она не может считаться полностью, в полном смысле классовой. Соответственно, политическая борьба и политические партии – это то, без чего мы не можем двигаться дальше в понимании научного социализма. Сегодня мы с вами занимаемся тем разделом марксизма, который называется «научный социализм». Я надеюсь, что все сегодня приготовились к сегодняшнему дню. Вопросы были разосланы заранее, вопросы известны. И, наверное, я не буду, так сказать, вызывать пофамильно, кто хочет выступить. Наверняка среди вас есть желающие открыть наш сегодняшний семинар и выступить по первому вопросу. Первому вопросу, который звучит так. Что такое политическая партия? Дать понятие партии. Пожалуйста, кто-то может выступить по этому вопросу? Да, пожалуйста, выходим. Мы представляемся так, как у нас принято на этом. И пока товарищ идет выступать, я хочу обратиться к нашим слушателям, которые учатся заочно, которые прислали уже свои ответы. Все ваши ответы, те, которые еще не были проверены, они будут, безусловно, проверены мной, отрецензированы. Вы получите комментарии к своим ответам и, соответственно, оценку. Ответы будут приниматься вплоть до выхода роликов на YouTube. Соответственно, после этого ответы, конечно, вы можете прислать, но я уже не гарантирую, что на них будут даны ответы. Еще хотел сказать, что если ответ будет содержать существенные ошибки, которые не позволят поставить зачет по данному занятию, то есть возможность исправить, вернуться к своим ответам. Система СДО это позволяет. Дать правильные ответы и, соответственно, получить оценку. Для выхода на зачет, напоминаю, все семинарские занятия должны быть отвечены и оценены. Пожалуйста, представьте. Меня зовут Вадим Алексеев. Я коротко ответил с вашим вопросом. Значит, политическая партия – это политическая организация, представляющая интересы определенных классов, у того или иного класса. То есть, на ней состоит из наиболее активных представителей данного класса. Является авангардным классом. Если коротко. Вы постарались в своем определении объединить несколько определений. Вот есть короткое определение, партия – это авангард-классы. И есть более развертное определение, которое Александр Сергеевич приводил в своих лекциях, о том, что партия является общественной организацией, союзом единомышленников, которая борется за интересы определенного класса. Но мы знаем, что сейчас в Российской Федерации, если верить Минюсту и в цикл, соответственно, на 15 июля была зарегистрирована 51 партия. И вот у нас получается, что 51 авангард. Каких классов? У нас столько нет классов, чтобы было... в сущности своих партий не являются те, которые являются авангардом. Разбираться. Ну вот вопрос такой, непростой на самом деле, да? Хорошо, спасибо. Пожалуйста, кто-то может продолжить ответ на этот вопрос? По поводу авангарда класса может быть более подробно. И по поводу партий, как союза единомышленников. Что мы знаем, что в современной России, да, если опять-таки вернуться к списку зарегистрированных партий, есть, например, партия добрых дел и далее по списку пенсионеров и против насилия животных там, по-моему, фигурирует еще. Партия родителей будущего и так далее. Какие классы представляют эти партии? Можно ли? Да, пожалуйста. Зовут Шрец Георгий. Про партии все зависит, как типологизировать партии. Если подходить с марсистским подходом, то, мне кажется, в предыдущем плечи исчерпывающе все объяснил, если выдвигать такие характеристики, как территориальные признаки, например, бывают партии, федеративные, федеративные, региональные, социальная база, например, предприниматель, буржуазия, предпринимательские классы. Ну, так, это немного отключено, это уже классификация партии. Да, вы не забегайте, пожалуйста, вперед. Если... Только если без этого не обойтись. Если непосредственно про что такое партия, то я бы добавил, что... Ну, в общем, так... Если отвлечься от марксизма, то это группа людей, объединенных какой-то одной идеологией. Соответственно, разлом между партиями можно проводить по национальному признаку, по идеологическому признаку, по этническому признаку и так далее. Ну, и в совокупности это образует такое мнообразие партий. Ну, в частности, в России. Можно более развернуто. Ну, это вы сейчас не определение даете, да? Это вы, так сказать, рассказываете о том, какие бывают партии. Добавил. Ну, что еще можно сказать, что марксизм, он... сущность партии сводит к выражению определенного классового интереса. Но тогда, когда создавали эту классификацию, с тем пор уже прошло много лет и около ста и очень-очень изменились экономические условия. Соответственно, современные классы, они очень размыты и сложно выделить какие-то общие интересы одного класса, например, класса рабочих. Непосредственно в это будут вплитаться национальные интересы, а также религиозные и так далее. Вот, собственно. интересная концепция, но она, в общем, марксизм имеет отношение весьма косвенное, даже не косвенное, она прямо противоположна марксистскому подходу. Вот, как раз затушевывание классового подхода, размывание якобы имеющихся границ классов, это как раз подход буржуазии, это то, что льет воду на мельницу буржуазии, это то, что выгодно буржуазии. И буржуазия, как мы знаем, старается представить задачи своих партий, программы своих партий, как защищающие интересы если не всего народа, то, во всяком случае, максимального большинства. Для чего это делается? Для того, чтобы продать, так сказать, свой товар, продвинуть его на рынке, потому что избиратель, он как покупатель, он идет, голосует, но это полбеды, как говорится, а главная эта беда в том, что тем самым людей вводят от классовой борьбы, от политической борьбы, представляя дело так, что есть некие политические партии, которые объединяют людей разных классов, с разными интересами, но на почве каких-то общих признаков. Например, да, пожалуйста, на почве тоже на национальности, но мы знаем, что национальная тема это тема буржуазная, и национализм всегда педалируется, и всегда выводится на первый план буржуазии. Буржуазия зарождается как национальная, она становится как национальная, потом она перерастает национальные границы, и начинает залезать на территорию соседних государств, и при этом в тех государствах, куда международный капитал начинает залезать, также поднимается национальная тема, национальный вопрос, и объединение по национальному признаку, это, конечно, понятно, что это буржуазное, да, и уводит в сторону. Почему мы говорим о том, что марксизм твердо стоит на позициях классов подхода, потому что это единственный научный подход, единственный научный подход. То, что касается прошедшего времени, время не изменило ту эпоху, в какую мы живем. В какой эпоху мы сейчас живем? Эпоху империализма. И надо добавлять, не только империализма. Пролетарских. Эпоху империализма и пролетарских революций. И за прошедшие сто лет у нас эпоха не изменилась. У нас победила пролетарская революция во всем мире, восстановился коммунизм в первой фазе? Нет. А, как мы знаем, между империализмом, и это доказал убедительно Владимир Ильич Ленин в своей работе империализм как высшая стадия капитализма. Спасибо за подсказку. Что между империализмом, империализм является последней окончательной фазой капитализма, и между ним и коммунизмом никакого другого периода нет. Есть переходный период, но никакой формации между ними нет. Соответственно, разговоры о том, что капитализм изменился, он, так сказать, приобрел человеческое лицо, мы это лицо человеческое видим прекрасно на примере последних лет, и, так сказать, войн, который преподносится как борьба за торжество демократии. Мы видим это в использовании рабского труда, капитализмом с человеческим лицом, по сути дела, не по сути, а фактически рабского труда, использование детского труда и так далее. То есть, никакого человеческого лица, конечно, капитализм не приобрел. Есть вывеска определенная, так сказать, реклама, ширма, всего этого, за которой скрывается те же самые ужасы, которые описывал Маркс с капиталем. Но мы также знаем, что степень эксплуатации при капитализме постоянно возрастает. Постоянно возрастает. То есть, на самом деле, степень гнета, может быть, мы, так сказать, не совсем это ощущаем, но на самом деле в отношении рабочего класса гнет не меньше, даже больше, чем прежние времена. Прежние времена. Почему мы говорим о партиях? Может ли быть политическая борьба без партий? кто хочет по этому вопросу высказаться? Поскольку сегодня у нас тема звучит как партии и классовая борьба. Можно я? да, пожалуйста. если конкретно замечательный вопрос в том, что может быть большая политическая борьба без партии, то нет, поскольку партия выражает интересы определенного класса. То есть, партия это авангард определенного класса, то есть, коммунистическая партия это авангард рабочего класса. если можно. А предыдущий вопрос ваш звучал по поводу того вот 50-минопартия, а что она типа все авангарды нет, потому что буржуев у них еще противоречие внутри своего класса существует и поэтому получается, что они отстаивают интересы своих хозяев, то есть вот эти буржуазные партии 51-го поскольку там коммунистической партии нет, стал губернист метра авангарда. Совершенно верно. Что пишет по этому поводу Владимир Ильич в статье еще о партийности и беспартийности? Всякая беспартийность всегда означает даже при исключительно удачных случаях неясность и неразвитость политического сознания и кандидата и поддерживающие его группы или поддерживающих его партии и участвующих в его выборах массы. Интересно, что мы выбираем, когда в нашей стране проходят выборы президента, президент у нас кандидаты, главный кандидат у нас всегда беспартийный. Для всех беспорядочных партий, преследующих на выборах задачи удовлетворения интересов тех или иных небольших групп имущего населения, развитие сознания масс всегда отходит на второй план, а ясность классовой группировки масс почти всегда представляется нежелательной и опасной. Для тех, кто не хочет встать на защиту буржуазных партий, ясность политического сознания и ясность классовой группировки выше всего. Выше всего. То есть, если мы стоим не на позициях буржуазии, а на позициях рабочего класса, то мы должны не затушевывать классовые различия, а наоборот их подчеркивать. Спасибо. И, соответственно, когда мы говорим о партии как о авангарде класса, мы всегда имеем в виду, конечно, партию рабочего класса, прежде всего, потому что это партия авангардного типа, она действительно включает себя как лучших представителей класса, рабочего класса, так и людей из других слоев населения, которые стоят на позициях рабочего класса и борются за его интересы, за интересы рабочего класса. То, что касается представления о том, что рабочий класс изменился и что он уже не тот, что был сто лет назад, да, действительно, определенные изменения произошли, квалификация стала выше, в какой-то мере. Но у определенной, у довольно узкой группы рабочих основная масса рабочих все-таки занята таким трудом относительно мало квалифицированным, если брать рабочих вообще, потому что есть фабрично-заводские, промышленные рабочие это особая группа и когда Владимир Ильич давал определение диктатуры пролетариата, он говорил именно об этой группе. И есть масса рабочих, которых мы видим постоянно, хотя некоторые буржуазные идеологи заявляют, что нет, рабочих дескать уже нету, те, которые создают материальные ценности, все в принципе, что находится вокруг нас, все, на чем держится человеческое общество, создано трудом рабочих. Ну, и можно отметить, конечно, тот факт, что рабочие изменились в том плане, что политическая активность, конечно, значительно меньше сейчас рабочих, чем была сто лет назад. И это тоже, в общем-то, объяснимо, потому что сто лет назад капитализм в России был на подъеме, это был капитализм развивающийся, это был капитализм, прогрессирующий. Сейчас мы имеем в России капитализм, который появился в результате деградации, в результате разрушения социализма. то есть уже исходной его точкой является откат назад. Поэтому, конечно, капитализм в России является реакционным, регрессивным, и это неизбежно сказывается на том, как себя ведет он. Мы видим, что производство не развивается, производство падает, соответственно, нет расширения производства, нет увеличения числа рабочих, нет прогресса в плане повышения производительности труда, а повышение производительности труда связано в первую очередь с внедрением новой техники, а новая техника соответственно требует обучения рабочих. То есть если сто лет назад сам капитализм подталкивало рабочих к тому, чтобы они учились, к тому, чтобы они развивались, к тому, чтобы они объединялись, то сейчас мы видим в капитализме противоположные тенденции. В российском именно. Все идет дробление крупных предприятий на мелкие, идет ухудшение условий труда, эксплуатация старого оборудования, которое не требует освоения нового. Поэтому это неизбежно сказывается на состоянии борьбы. Ну и определенная инерция, которая сложилась в годы Советского Союза, когда скажем так со второй половины тридцатых годов постепенно рабочих отодвигали от политической жизни и политикой и управлением государства занимались профессиональные чиновники, партийные партийные деятели. Естественно, профсоюзы тоже, так сказать, став частью государственной машины, они утратили свою функцию именно представления интересов рабочих. И как только государство перестало быть государством диктатуры пролетариата, стало двигаться, перерождаться в сторону буржуазного, все эти институты, они, соответственно, тоже переродились. и сейчас мы видим профсоюзы, которые в массе своей отстаивают интересы не рабочего класса, а интересы буржуазии, к сожалению. поэтому возвращаясь к вопросу о политической партии, политической партии, политическая партия рабочего класса является его авангардом, а политические партии, которые представляют другие классы, какие мы сейчас об этом поговорим, соответственно, лучше характеризовать как общественные организации, которые объединяют единомышленников, борющихся за интересы определенного класса или группы внутри класса. Или группы внутри класса. и здесь мы подходим ко второму вопросу, какие бывают политические партии? Кто готов ответить на этот вопрос? Готовы? Мы уже половину ответа уже на этот вопрос рассказали фактически. Мы знаем о том, что основной критерий, по которому мы должны классифицировать партии, это какой? Классовый подход. Классовый подход, соответственно, зная классовую структуру современного общества, мы можем классифицировать партии. А можно второй раз ответить? Пожалуйста, все могли ответить на два вопроса по собственному выбору, поэтому отвечайте, это будет ваш второй вопрос. Если подходить с классовым подходом, то партии делятся в данный момент на три класса, то есть мелкобуржуазные, буржуазные и коммунистические, но коммунистическая партия может быть только одна, это коммунистическая партия. А по форме там по разным, ну вот как товарищ говорил до этого, по разным другим признакам, то есть мелкобуржуазные и буржуазные партии там могут быть демократическими, либеральными. Так, классовый подход, совершенно верно, вы ну а можете привести примеры так сказать из каждой да ну мелкобуржуазная в россии да в россии хорошо мелкобуржуазная партия ну например какая вот ну хоть она и говорит что она коммунистическая партия российской федерации там ясно видно что она да даже парламент протаскивает ну мелких буржуев а порой олигархов за собой тянет вот если буржуазная вы имеете ввиду что она выставляла кандидатом да ну да а президент то есть она не за собой тянет она его впереди так сказать своим авангардом поставила а на тот момент а как ее лучше охарактеризовать мелкий буржуазный или все-таки буржуазный раз она представителя капитала выстрел для того чтобы ответить на этот вопрос надо разобраться в вопросе что представляет из себя мелкая буржуазия класс мелкой буржуазии так что класс мелкой буржуазии это тот класс, который с одной стороны является питательной средой для крупных капиталистов. Не, ну определение-то есть, правильно? Определение есть у мелкого буржуа? Мелкий буржуа, это мелкий собственник, который сам участвует в процессе создания товара. Ну что значит участвует? Капиталист тоже участвует в создании товара. Чем отличается участие от капиталиста? Ну, он мелкий хозяйчик, да? Собственник. Собственник чего он? Собственник средств производства, который работает на рынок. Работает на рынок. Поэтому его природа какая? Двойственная. Природа его двойственная. С одной стороны он тянется в буржуазии, в крупных буржуазиях, а с другой стороны он может разориться и пополнить ряды пролетариата. Но двойственность даже не в том, что он может двинуться в том или ином направлении, а в самом его положении. Потому, что с одной стороны он зарабатывает на жизнь своим собственным трудом, да? То есть, он трудящийся. И если говорить о КПРФ, то он на себя позиционирует как партия трудящихся. Но, с другой стороны, он владеет средствами производства. То есть, он участвует в системе частной собственности. Потому, что когда мы говорим о частной собственности, мы имеем в виду не штаны, которые на тебя надеты, не кепка, а средства производства. То есть, он владеет средствами производства. Соответственно, ему есть что терять. С одной стороны, он является собственником. С другой стороны, он является трудящимся. И вот эта двойственность приводит к чему? Приводит к постоянным метаниям из стороны в сторону. Двойственность положения приводит к тому, что и в сознании, и в политической жизни, и в политических своих взглядах идет постоянное метание. С одной стороны, подвергается эксплуатации мелкий буржуа или не подвергается? Подвергается, конечно. Его постоянно, так сказать, буржуазия... Посмотрите сейчас даже то, что у нас происходит. Сначала разрешили построить множество ларечков всяких. Рынки были всякие, северный, какой еще там... Хасанский рынок, южный рынок. Много-много, там куча стояла ларечков. В каждом ларке сидел мелкий буржуа, который, так сказать... Ну, или сам сидел, или... Мелкий буржуа может пользоваться наемным трудом. Еще, кстати, вот мы не упомянули. Но... Количество эксплуатированных не должно быть больше, там, его самого или совокупности членов семьи. Так сказать, 50 на 50. Дальше он переходит уже в разряд просто буржуа. Вот, так сказать, дали какой-то накопить, нагулять жирок какой-то, да. Потом все это у нас аккуратненько снесли. И мы сейчас видим... Чисто все практически, да. И вместо вот этих мелких каких-то ларечков... Что находится? Пятерочка. Ну, пятерочка, не будем, так сказать, называть бренды, чтобы не создавать дополнительную рекламу. Ну, там находятся крупные сетевые магазины на этих, да. А место-то уже, как говорится, намоленное. Народ ходит туда. Прекрасно. Проложены маршруты, соответственно, да. Там маршруты транспорта, то есть, инфраструктура и так далее. Ну, это, так сказать, такой один из частных примеров. А вообще, это происходит не разу как какая-то акция. Это происходит постоянно. Потому, что поставка... Те же самые, да, монополии в отношении электроэнергии. Поставка, там, вода, канализация, аренда и так далее. То есть, везде вот этот продукт добавочный, который создаёт мелкий буржуя, надеясь разбогатеть и в будущем когда-то стать капиталистом, он постоянно изымается. И порой эксплуатируется он даже более жестоко, чем наёмный рабочий. Потому, что наёмный рабочий всё-таки станок выключил и пошёл домой, и дальше он свободен. А мелкий буржа пошёл домой, и у него голова болит, там, не спалят ли ночью его ларёк или так далее. Не сгниёт ли весь товар. Не говоря уж о том, что приходится порой работать, естественно, не по восемь, даже не по десять часов. Тоже свежий пример – это таксисты. Сейчас такси очень много, агрегаторы. Люди берут такси в аренду, некоторые покупают не на своём такси. То есть, он фактически является собственником уже, если он даже не в аренду взял, а приобрёл. И дальше для того, чтобы заработать что-то, он будет работать, соответственно, по 12 часов, по 24 часа и так далее. В Тульской области, там пришла крупная фирма на рынок такси, и местные таксисты, которые там уже организовались, они начали поджигать просто машины этой крупной фирмы. Я не знаю, как там дело у них. Вот как бы конкуренция. Да, это проявление классовой борьбы, можно сказать. Мелкой буржуазии против крупной. Но победы им тут не видать, это понятно, да? Да. Потому что всё равно задавят. И поэтому, понимая, что всё равно задавят, в какой-то степени, так сказать, тянется. И в конечном итоге мы знаем, что пролетарской партии удалось склонить мелкую буржуазию, которая составляла в России громадное большинство. Это крестьянство, да? Склонить на свою сторону и поддержать верх над буржуазией. Но для этого необходимо было завоевать политическую власть. Пока политической власти нет, мелкая буржуазия постоянно мечется между буржуазией и идеями пролетариата. Можете ещё что-то добавить? По классификациям. По классификациям, например, буржуазные партии в России, это Единой России. А рабочего класса представителей партии пока нет, но она есть в становлении. Например, рабочая партия России. Но на личном бытие такой партии на данный момент нет. Хорошо, спасибо. Садитесь, пожалуйста. По данному вопросу ещё есть желающие высказаться? Можно чуть-чуть? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Леонид Сегалов. Значит, как определить? Обращайтесь. В аудиторию. Да, конечно. Нас же смотрят. Как определить, собственно говоря, сущность партии вообще, к чему она стремится? То есть, если вот устав КПРФ прочитать, что мы там видим? На Google 1, всё согласны они со всеми законами, они буржуазными согласны. Короче, там кисель просто. То есть, чтобы понять, к чему идёт партия, нужно видеть её отношение к власти. То есть, за кем будет власть? Если будет диктатура пролетариата, то это коммунистическая партия. Ну, которая к ней идёт стремиться. Помогает, чтобы диктатура пролетариата настала. Вот. Если... Иначе что получается? Не будет диктатуры пролетариата, будет диктатура буржуазии. Всё. То есть, если взять там НДПР, там Единую Россию, ну там всё понятно как-то. А вот КПРФ – это такая вот партия, обманка такая, ширма, которая дискредитирует, собственно говоря, все тех людей, которые, в общем-то, на стороне рабочего класса. Всё у меня. Пока. Спасибо. Спасибо. Ну вот, опять же, возвращаясь к Владимиру Ильичу, небольшая заметка называется «В Австралии». Что он пишет об австралийской рабочей партии? Австралийская рабочая партия даже и на словах не является социалистической партией. На деле это либерально-буржуазная партия, а так называемые австралийские либералы – это консерваторы. Такое странное неправильное словопотребление при обозначении партии явление не единичное. Называются же в Америке демократами вчерашние рабовладельцы. Или во Франции радикалами-социалистами мелкие буржуа – враги социализма. Чтобы понять действительное значение партии, надо смотреть не на вывеску, а на их классовый характер и на исторические условия каждой отдельной страны. Поэтому мы должны тоже смотреть не на вывеску, не на лозунги, а смотреть, прежде всего, анализировать, откуда партия вышла. Что за люди основали эту партию, какие взгляды они разделяли применительно к современной России, как они себя вели в период слома социалистической системы и разваливания Советского Союза. Какие идеи они выдвигали, за кого они были, как они вели себя во время периода фашизма в России Ельцинского, во время штурма Белого дома, на чьей они были стороне, за кого они выступали. За какую демократию, в конце концов, они выступали? Потому что мы знаем, что демократия не одна и нет чистой демократии. Есть демократия классовая. Была демократия рабовладельческая, есть демократия буржуазная, есть демократия пролетарская. Это разные совершенно демократии. На что мы еще должны обращать внимание? Да, программу можно проанализировать, но программы многих партий настолько аморфные, так сказать, и там написано, как говорится, за все хорошее против всего плохого. Что понять, куда движется эта партия из программы, достаточно проблематично, если вообще возможно. Опять-таки, это служит для того, чтобы затушевывать сознание, для того, чтобы люди не могли разобраться, так сказать, собственно говоря, чьи интересы обслуживает эта партия. Далее, мы должны смотреть на то, какие законопроекты выдвигает эта партия, какие она поддерживает, как они голосуют, за что они в конечном итоге выступают. То есть, в чьих интересах принимаются те или иные законы. И вот по плодам их узнаете их, как сказано в одной книге. Здесь мы тоже должны смотреть, как партия себя ведет, для того, чтобы понять, интересно, какого класса она обслуживает. Классический пример, вот из последних, да, это голосование по пенсионной реформе. Здесь совершенно понятно, кто выступал, так сказать, за увеличение пенсионного возраста. То, что это против не только рабочего класса, но вообще против трудящихся, это совершенно очевидно. Те партии, те люди, которые выступали за увеличение пенсионного возраста, они являются врагами рабочего класса. Врагами рабочего класса. По поводу партии современной России кто-то еще хочет выступить, товарищи? Это такая животрепещущая тема, мне кажется. Несмотря на то, что вроде как у нас такой бурной какой-то политической жизни нет, да, период между выборами. Ну, тем не менее, с места нежелательно, если только вы не находитесь на нелегальном положении. Выходите, а не выбраться? Ну, тогда прошу направить камеру. Не так давно... Пожалуйста, представьтесь. Евгений, студент 2-го класса Красного университета. Понятно. Не так давно прошли выборы губернатора Красного Петербурга. На ней от партии КПЛФ был кандидат Борока. Кандидат Борока пришел на видеоканал ютуба некого гоблина и в течение часа рассказывал, что партия КПЛФ топит. В ходе интервью он призвал всех голосовать за кандидата КПЛФ, при этом несколько раз уточнил, что цель их партии отогнать вот этих вот негодяев нынче присосавшихся к нефтяной трубе и голосовать за КПЛФ просил тех, кто за средний и малый бизнес. У меня на этом все. Средний и малый бизнес – это мелкая буржуазия. Но эта история имела продолжение. То, что он потом снялся или я… Конечно. Далее он, собственно, снялся и не участвовал в области. Ну, я думаю, что это было, конечно, с самого начала, так сказать, все задумано и срежиссировано таким образом, чтобы подвести, естественно, к одному единственному кандидату. Понятно, что Бортко, который, кроме как, насколько я знаю, на съемочной площадке ничем не руководил и опыта управленческой работы не имеет, наверное, был не лучшим кандидатом, от какой бы партии он не выступал. Ну, по моему представлению, конечно, губернатор в определенной степени является политической фигурой, но не может не являться политической фигурой. Ну, с другой стороны, основная это его задача все-таки, наверное, следить за городским хозяйством. Вот, и здесь должен быть человек, который обладает опытом управления, опытом хозяйственной деятельности. Поэтому, для того, чтобы пролетариат завоевал политическую власть, он должен уже сейчас в условиях капитализма учиться управлению государственного управления и управлению предприятием. Для того, чтобы, когда пролетариат возьмет политическую власть, установить свою диктатуру, не нашлись ловкие люди, которые от лица пролетариата опять поведут его, так сказать, обратно в капитализм. Вот, то, о чем наша партия, рабочая партия России все время говорит, о создании коллективных договоров, о борьбе за их продвижение, о борьбе за реализацию положений коллективных договоров, о коллективных действиях, это то, что является школой коммунизма. Это профсоюзная работа, и это зачатки политической борьбы, без которой, конечно, невозможно представить себе. То есть, нельзя перепрыгнуть, скажем так, вы из детского сада в университет, не можете сразу поступить. Если вы никогда не занимались ни организацией чего бы то ни было, не организовали на собственном производстве людей для того, чтобы побороться за свои конкретные интересы, сложно себе представить, что можно организоваться и сразу начать управлять государством. Все должно пойти поэтапно. К этому надо быть готовым. И, безусловно, ни о каком политическом господстве невозможно без наличия партии рабочего класса. Это основная задача, это главная задача текущего момента создания партии рабочего класса, потому что в условиях кризиса капитализма, когда нарастают противоречия внутри капиталистической системы и нарастают противоречия между рабочим классом и капитализмом, конечно, отсутствие или слабость коммунистической партии, она может привести к ухудшению положения рабочего класса. Для того, чтобы рабочий класс был готов сказать, как в свое время сказал Ленин, есть такая партия, да, эта партия должна быть, и она должна быть создана. Одна минута до перерыва, я думаю, что мы прервемся и продолжим через 10 минут. Что мешает рабочей партии образоваться? Люди мешают. Ну, если не прозвучало, что ее нет. Она есть, в основном, в парламенте, которая была как бы неточной, весьма обидная. Что? Наверное, придется еще раз по первому вопросу. Как бы, если у нас есть 50-я партия, но всего 4 есть в парламенте, это не значит, что остальные, там, сколько, 47 не существует. Значит, они не парламентские. Нет, ну, существует... Наверное, рабочего класса есть, она в парламенте, не перестанет. Нет, да, я понимаю. Нет, существует слово, надо применять в том плане, что она есть или ее нет. То есть, если она существует, то просто я про нее не знаю, то это еще не значит, что ее нет. Какое существование относится к сфере чего? В сфере бытия? Нет. В сфере сущности, наверное. Когда мы говорим «Есть», это категория сферы бытия. Да? Так вот, мы здесь различаем просто становление, которое включает два момента возникновения и прихождение. И наличное бытие. Наличное бытие партии. Для того, чтобы говорить о наличном бытии партии, все, что говорили сегодня по определению, все это хорошо. Но здесь должно быть еще одно существенное дополнение, которое, может быть, мы упустили. О том, что за партией должна идти значительная часть класса. Значительная часть класса. Пока за ним не идет класс, Да, она еще партия еще становления. Не вполне. А вопрос регистрации тут вообще нет. Нет, я про регистрацию вообще не говорил. Я говорил не на протокол. Становление. Класс пойдет за той партией, которая наиболее отвечает на интерес. Для того, чтобы... Класс пошел. Класс. 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 Записать уже? Нет, я думал, что теперь она где-то снимает сейчас, она сейчас задавала. А сейчас можно ответить? Да, конечно. Так, хорошо. Получается, что на онлайн-трансляции они работают, что там? Так, поступил вопрос. Запись у вас, как по данным интернетам? Поступил вопрос из интернета. Должна ли рабочая партия участвовать в борьбе за социальные интересы трудящихся, когда ухудшают их условия проживания? У нас хотят уничтожить парк рядом с домом. Что делать? Ну, здесь рабочая партия должна участвовать в борьбе против всякого угнетения, в том числе и выражающегося в том, что условия жизни, условия труда людей ухудшаются. Понятно, что это не вся борьба, это определенная важная часть борьбы, но, тем не менее, да, это есть. Что делать? Значит, единственный возможный вариант – это организовываться. Найти людей, которые думают так же, как вы, тех, которые не хотят для того, чтобы парк рядом с домом был уничтожен. Создать инициативную группу, создать инициативную группу, создать общественный совет по данному вопросу. В отношении парка предложить свою программу, что и как вы видите развитие этого парка. Потому что уничтожение, как правило, проводится не просто для того, чтобы там заасфальтировать это место, а под предлогом каким-то относительно благовидным, да, что-то построить там. Вот, например, какое-нибудь культовое сооружение построить, не знаю. То есть здесь конкретно, ну, торговый центр, да, и так далее. А дальше уже идет конкретика в отношении той ситуации, которая у вас там развивается. То есть парк, если он зарегистрирован, да, то есть он признан официально, он находится в реестре садово-парковых сооружений или парковых сооружений, то его уничтожить можно только выведя из этого списка. Если он официально не зарегистрирован, не числится парком, вот какой-то сквер, да, так сказать, ну, вот, который привыкли считать парком, то здесь можно добиваться того, чтобы его признали парком. Вот, и дальше идут обращения, соответственно, там местную администрацию, городскую администрацию, и все доступные формы, соответственно, общественного протеста разрешенного, в том числе, знаете, что есть право на митинг, да, там можно подать заявку, провести митинг и так далее. Одиночные пикеты вообще не требуются никакого разрешения. Но здесь важно то, что, важно два момента, то, что это не должен быть один человек, это должна быть группа людей, то есть это представление общественных интересов, это раз. И второе, должна быть позитивная программа, не просто, что мы против, Баба-Яга против, какой-то известный мультик, у нас должна быть программа того, что, как вы видите этот парк. Вот парк, наоборот, должен быть благоустроен, высажены дополнительные деревья, проложены дорожки, построена детская площадка и так далее. То есть то, что может быть и сделано, и улучшить, действительно, городскую среду. Вот, я думаю, такими у нас все. Можно вопрос? Да. Вы сказали, что был есенский фашизм, а сейчас что? Сейчас у нас буржуазная демократия. Диктатура буржуазии. У нас что? У нас диктатура буржуазии в форме буржуазной демократии. Сейчас был фашизм. Нельзя назвать. Нельзя. Какие признаки фашизма надо выкинуть сейчас? Ну, потому что фашизм, получается, уже крайне радикально, терроризм... Ну, будем говорить, какая-нибудь... Открывается террористическая демократура, наибольная реакционная... Да. Больше винистических... Ну, я могу даже зачитать сейчас. Я скажу, вы как это выберете. Да. Фашизм, это, значит, есть те, какие-то эрористические демократуры наиболее реакционных, наиболее шеминистических элементов финансового капитала. То есть это уже тогда, ну, открыто. И суда, и следствия. Ну, здесь я могу сказать, что если бы у нас был сейчас фашизм, мы бы с вами не сидели, наверное, и не транслировали все это. А здесь уже люди бы, так сказать, нас винтили и везли куда-нибудь на стадион расстреливать. Теперь получается, наверное, буржуазная демократия. Так, товарищи, продолжаем наше сегодняшнее занятие. Мы подошли к такому интересному вопросу, как политический спектр. Политический спектр. Кто готов просветить нас по тому вопросу, что такое политический спектр? Есть ли люди с техническим образованием? Есть в зале? Не знаю. Технический? Есть. Вы готовы по поводу политического спектра или по поводу технического образования? Ну, тогда, может быть, расскажете, что такое спектр для начала? Ну, давайте сразу сделаем пару германов по поводу политического спектра. Это, так скажем, классификация, деление политических идеологий, которые выражаются, ну, основное деление происходит по прямой. Есть левое, есть правое. Дополнительно буржуазии и прочие, так сказать, политики, технологии придумали дополнительное деление вверх-вниз, авторитарный и либеральный режимы. Ну, основное направление, оно одно – либо лево, либо право. А что такое лево-право? То есть, ну, что мы должны понимать? Лево-право – это… Самое крайнее левое направление – это администраторская идеология, которую подразумевает под собой то, что мы все вместе изучаем. А крайнее правое – это фашизм, но наиболее реакционный. А в центре что? В центре все, что мы видим сегодня у нас, допустим, в стране, лей посередине. Ну, как эти партии называются? Ну, как эти партии называются? Ну, да, мы называемся центристы. Вот, товарищи из партии ЛДПР все время называются такой центристской партией. То, что мы, как бы, и вроде как бы за справедливость, но вроде как бы и не за коммунистов. Так что, мы как будто бы в центре. Но на самом деле все, что правее коммунистического, не отвечает интересам ни рабочего класса, ни вообще в целом общества. Спасибо. Кто-то может дополнить данный вопрос? Может быть, присядете? Нет, нет там места. Там нет? Есть местечко вот рядом с Степаном Степановичем? Там место есть? Аккуратненько, может. Так, товарищи, ну, вопрос вообще, на мой взгляд, довольно интересный. Может быть, кто-то расскажет историю происхождения, представление этой шкалы, откуда взялось вообще правый, левый. У нас есть правая рука. То есть, вообще, правая, это всегда в традиционном сознании, это что-то хорошее. Правое дело, например, да, рука правая, она рабочая, как правило, да, у нас, большинство населения Земли это правшие, а вот то, что слева там, кто там за левым плечом стоит, как пел один поэт. То есть, почему вдруг левое это что-то, что-то хорошее? Да, пожалуйста, прошу. Я точно не могу сказать, в каком году, это во Франции, в парламенте были два крыла основных. Справа были те, кто за империализм, просто физически. Ну, тогда империализмом еще не пахло, честно говоря. Первые идеи социализма. Представители феодалов там, жерандисты такие. И оттуда вроде как и пошло, что право и лево. А слева-то кто был? Те, кто, когда заждались идеи социализма у них. Ну, те люди, которые представляли интересы их. Ну, те, которые отстаивали или пытались отстаивать интересы. А тогда какой класс был прогрессивный-то? Ужасный. Да, наверное, был. Восемнадцатый век. Прогрессивный класс какой-то. А, да. Боролось. Боролось. Какой класс был реакционный? Федальный. Федальный, да. Поэтому тут, конечно, там не представители рабочего класса были и не отстаивали интересы рабочего класса. И кабинцы. Ну, и кабинцы там были. Совершенно верно. Спасибо. Еще, пожалуйста. Сегодня у нас не получается как-то, товарищи. Надо активнее выступать по данному вопросу. Политический спектр. Вот прозвучало в первом ответе, что есть еще вертикаль какая-то, да. То есть, отношения авторитарные или либеральные. Опять же, вот эта схема, она очень интересная. Она, если вы ее посмотрите, в интернете она есть. И иногда даже в ответах на вопросы у заочных слушателей она встречается. То там, глядя на эту схему, получается такое вот смыкание фашизма и коммунизма. И та, и та вроде как авторитарная, и разница. А в чем разница, собственно говоря, да. То есть, для чего вот эта вертикаль, эта ось вертикальная, для чего придумана-то? Совершенно верно. Для того, чтобы поставить на одну доску, что, дескать, вот есть экстремистские какие-то идеологии, да, будь то они фашистские, будь то они коммунистические. А какая классовая подоплека вот этого всего, да. Значит, это как-то отодвигается в сторону. Даже не отодвигается в сторону, а намеренно затушевывается, замалчивается для того, чтобы люди не видели сути вещей. А суть-то в том, что фашизм – это идеология и политика крайне правых, то есть крайне шовинистически настроенных кругов финансового капитала. самого реакционного из всех видов капитала. А коммунистическое, соответственно, это идеология и политика рабочего класса. Поскольку рабочий класс в настоящее время является единственным прогрессивным классом и наиболее угнетаемым, наиболее эксплуатируемым классом из всех классов и слоев современного общества и единственным классом, который может изменить эту ситуацию, покончив с частной собственностью и покончив с системой наемного труда. Поэтому коммунистическая идеология, она как раз и является наиболее прогрессивной. И здесь вот эти соображения авторитаризма – это совершенно не соответствует действительности. По поводу политического спектра. Ну, вот крайние точки мы обозначили. Хотя некоторые считают, что левее коммунистов есть вот такие партии. Какие называют? Никогда не слышали. Анархисты, да? А анархисты вообще могут считаться партией? Анархисты. Анархисты против чего выступают? Против государства вообще. Против политики вообще. Ну и вот как эти люди могут сформировать политическую партию? Да? То есть, по сути дела, это неустранимое противоречие. Поэтому, конечно, поскольку они против любого государства, вроде как, да? Значит, они против в том числе государственной диктатуры пролетариата. Мы знаем, что те, кто против государственной диктатуры пролетариата, неизбежно становятся на сторону государственной диктатуры буржуазии. Поэтому, конечно, анархисты не находятся слева, да? Они примыкают к правой партии. Что касается все-таки центра. Как вот находятся... В центре-то какие партии находятся? Буржуазные. В мелкобуржуазные части, да. Но вот если говорить о том, за что выступают партии центра. За что выступают партии центра? Буржуазная демократия. Буржуазная демократия. То есть, это партии, как они называются? Консервативные партии. Они выступают за сохранение существующего статус-кво, да? Со существующей ситуацией. Естественно, это поддержка буржуазии. Это поддержка существующего общественного строя. Это поддержка частной собственности. Но в то же время они против чрезмерного ужесточения, так сказать, гнета капитала. Вроде как выступают за какие-то социальные реформы. За улучшения определенной социальной жизни. Для чего это нужно? Опять-таки для того, чтобы избежать сдвигов социальных. То есть, избежать взрыва. Для того, чтобы затушевать, опять-таки, классовую борьбу. Снизить ее накал. И тем самым сохранить дальше господство буржуазии. По поводу политического спектра. Есть какие-то еще вопросы? Надо сказать, что в России довольно сложно оценивать партии по политическому спектру в силу просто неразвитости. Сейчас я закончу тогда свою мысль. В силу просто неразвитости и партий политических, и политического сознания. Поэтому, конечно, если мы хотим классическое какое-то профессиональное, то надо смотреть на партии в странах, так сказать, развитой капиталистической демократии. Потому, что у нас, как говорит наш премьер, по-моему, говорил. У нас страна молодая. Молодая в плане буржуазной демократии. Поэтому, конечно, если мы посмотрим даже на программы этих партий наших представленных, то там определенная каша наблюдается. Есть какие-то определенные, более близкие к краям. Кто-то больше слева, кто-то больше справа. Но, в целом, конечно, это такая большая политическая каша, которая обслуживает, по сути дела, интересы крупной бурразии и слившегося с ним чиновничьего аппарата. Так, пожалуйста. А вот тут десерт был о том, что фашизм в России. А как в России может быть фашизм, если мы не материалисты? У нас нет реалистических капиталов, по сути, фашизм же здесь. Только извне он может появиться, я же правильно понимаю? Да. Ну, здесь два аспекта. Во-первых, любой капитализм, он чреват фашизмом. Любой. И мы знаем, что есть примеры стран, которые вовсе не являлись империалистическими хищниками. Но, тем не менее, там возникала фашистская диктатура. Например, Чили. Это что, хищник империалистический? Это крупный, так сказать, империалистический игрок, который угнедал какие-то другие страны. Колонии, может, у него были еще что-то. Или, допустим, режим черных полковников, так называемый, в Греции. То есть, для того, чтобы в стране был фашизм, должны противоречия между буржуазией и рабочим классом достигнуть такой степени, что буржуазия не в состоянии будет с помощью средств буржуазной демократии управлять государством. Вот что такое фашизм. Тогда отбрасываются вот эти нормы демократические, и возникает фашизм. В отношении финансового капитала. Значит, финансовый капитал не обязательно должен быть национальным. Мы знаем, что капитал вообще границ не имеет. Капитал – это такая субстанция, которая перетекает из одной страны в другую, вот где появляются условия, выгодные для эксплуатации рабочих и получения дополнительного количества прибавочной стоимости. Вот туда капиталы, так сказать, и перетекают. И признак империализма – это когда вывоз капитала преобладает над вывозом товара. Вот куда вывезли капитал, там тоже может возникнуть фашизм. У нас фашизм какой был при Ельцине? Российский, что ли? Не российский же капитал был. Но, тем не менее, это происходило. Да, то есть, не обязательно. Капитал, так сказать, персонифицирован. То есть, тот человек, который персонифицировал, группа лиц, они могут находиться в другой стране. Но, тем не менее, фашизм может возникнуть. И риск этого есть. Я поэтому говорю, извне он, получается, только может прийти. С одной стороны, он вроде, с одной стороны извне, а с другой стороны – изнутри. Да, потому что, если вы имеете в виду так называемый фашизм на экспорт, это немножко другая, так сказать… Да, это, по сути дела, проявление фашизма как крайнее проявление империалистической внешней политики. Когда мы говорим о фашизме на экспорт, мы имеем в виду, что внутри империалистической страны сохраняется буржуазная демократия. А вот эти противоречия, они вытесняются вовне и реализуются во внешней политике для того, чтобы, в том числе и прежде всего, для того, чтобы, опять-таки, затушевать внутренние противоречия. Каким образом? Мы знаем, что в крупных империалистических странах капитализм, империализм подпитывает верхушки рабочего класса, идеологов рабочего класса, подпитывает оппортунизм для того, чтобы удерживать класс рабочих в подчинении. Это происходит. Для этого нужны финансы. Где их взять? Их можно взять, только ограбив весь остальной мир. Собственно говоря, на этом и держится современная империалистическая система. А поскольку никто не хочет быть ограбленным, и сейчас, собственно говоря, стран таких, которые являются настолько неразвитыми, что можно прийти и владеть, уже не осталось. А, по сути дела, везде капитализм и везде буржуазная демократия в той или иной степени. Значит, что нужно сделать? Нужно объявить, что вот в такой-то стране буржуазной демократии нет, а есть диктатура каких-то лиц отдельных или одного лица. Вот этого человека надо прийти, так сказать, для того, чтобы его стереть с лица земли, надо захватить страну, все разбомбить, уничтожить государство. Ну, и потом спокойно пользоваться ресурсами. Мы видим, что особо сейчас не стесняются империалисты. Вот недавно Трамп заявил, что мы бы ушли из Сирии, конечно, надо бы уйти, но я очень люблю нефть, нам нужна нефть. Все, понимаете, тут даже, это как называется, никакой политики уже, никакой такой дипломатии международной, нам нужна нефть, поэтому мы там. Вот и все. И ради получения нефти, получения прибыли, в общем-то, они ни перед чем не остановятся. В том числе и перед тем, что, так сказать, установлением фашистской диктатуры в каком-то отдельно взятом государстве. Так, ну, вернемся к нашему дальнейшему плану, дальнейшему нашему плану. Следующий вопрос. Какое место в политическом спектре занимает коммунистическая партия? Вот уже на этот вопрос отчасти ответили, может быть, кто-то хочет дополнить еще по данному вопросу. Потому что есть, допустим, есть представление о том, что коммунистическая партия, она вообще находится вне этого спектра. И, в общем-то, такое представление имеет право на жизнь. Почему? Потому что все остальные партии, они той или иной степени, они отстаивают частную собственность. То есть, они выступают за существующий способ производства, за существующую политическую систему и за политику в целом. Да? Чем отличается коммунистическая партия? Кто может нас просветить по данному вопросу? Для этого нужно, может быть, перейти к следующему вопросу. Какова главная программная цель коммунистической партии? Установление государства диктатуры пролетариата. Ну, пожалуйста, выходите. Давайте, давайте. Нет, нет. Ну, а озвучьте его на камеру, чтобы все слушали. Выходите, пожалуйста. Документы Юлия, ученица первого курса Красного университета. Ну, я кратко только ответила, что цель коммунистической партии – это установление государства диктатуры пролетариата. Ну, так как диктатур может быть две – либо диктатура пролетариата, либо диктатура пролетариата. То есть, если коммунистическая партия не ведет борьбу за установление диктатуры пролетариата, это значит… ну, честно говоря, я волнуюсь, потому что я всегда боялась публичных наступлений и сейчас начну сбиваться. Не надо сбиваться. Вы очень хорошо начали. Надо продолжать в том же духе. Ну, получается, что если партия не ведет борьбу, то есть выступает в качестве такой несколько не сформировавшейся слабой позиции, то пока государство, значит, будет существовать в форме диктатуры буржуазии. Это форма или сущность буржуазного государства? Это сущность. Сущность, правильно. Совершенно верно. Наверное, все. Спасибо большое. Садитесь, пожалуйста. Пожалуйста, кто-то хочет еще по данным вопросам? Да, пожалуйста. Меня зовут Дина Зимина. Я студентка первого курса. Я хотела добавить, что почему можно сделать такой вывод, что коммунистическая партия не входит, она отдельно стоит. Наверное, потому что раз коммунистическая партия выступает за диктатуру пролетариата, то есть за совершенно другое государство. Получается, она не является частью вот этого спектра, в котором все партии более-менее представляют диктатуру буржуазии. Собственно, есть, я не знаю, откуда я это знаю, но Ленин, он почему спорил с меньшевиками и эсерами, что они хотели быть именно представлены в парламенте. А Ленин выступал за нечто принципиально другое. Ну, именно большевистская партия. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. В отношении представления, присутствия в парламенте, здесь тактика менялась большевиков, да, мы знаем, что по-разному было отношение, в зависимости от того, какие условия были формирования Думы, Государственной Думы. И, соответственно, была ли возможность вести там пропаганду, вести агитацию и выступать, так сказать, от лица рабочего класса, защищая его интересы. Принципиальное разногласие было не по участию в Думе, а по участию, это уже касается более позднего периода, по участию, собственно говоря, в органах буржуазной власти. Собственно говоря, да. Потому что то, что касается представительства, представительной власти, мы знаем, что для буржуазии характерно разделение властей на представительскую, представительную, исполнительную и судебную, законодательную власть. Нет, законодательная, она же представительная, судебная, да. Так вот, если участие в органах представительной власти допустимо для коммунистической партии, и, собственно, она должна там присутствовать, понимая, что изменить с помощью парламентской говорильни существующей общественной строй невозможно, но, тем не менее, да, интересы рабочего класса не должны быть представлены. Вот сейчас, на данный момент, они не представлены никак. То есть, ни одной партии в Государственной Думе, которая бы представляла интересы рабочего класса, нет по факту. Поэтому голос рабочего класса, вот, так сказать, в этом органе, он не слышен. Он не слышен. Это не основная задача. Понятно, что не главная. Главная задача – это организация самого рабочего класса. Это формирование рабочего класса в класс для себя. Это выработка идеологии рабочего класса. Это организация рабочего движения. Это организация борьбы за завоевание политической власти. Но, тем не менее, Владимир Ильич считал, что нельзя отказываться, в том числе, и от парламентских методов борьбы, если они идут на пользу рабочему классу. А вот то, что касается участия в органах исполнительной власти, то здесь однозначно Ленин оценивал это отрицательно. Потому что не может член партии рабочего класса, коммунистической партии, социал-демократ, как тогда называли, не может входить в буржуазное правительство и участвовать в органах власти диктатуры буржуазии. Это полностью противоречит природе коммунистической партии. И вот здесь мы можем на примере современных российских политических партий опять же видеть, что коммунистической партии из числа зарегистрированных нет. Потому что даже, я же не говорю о КПРФ, который традиционно выдвигает, а последний раз, как уже говорили, выдвинула миллиардера, то есть представителя крупной буржуазии от себя на буржуазные выборы. Это участие в выборах буржуазной власти. Ну и другие партии отметились на данном участке. Даже Ротфронт, например. Например, как партия сложения классовых сил, как они называют ее. То есть сложили, видимо, силами пролетариата, мелкой буржуазии. Буржуазии и выдвинули своего кандидата. Конечно, ни о какой трибуне говорить, в том случае, если партия выдвигает кандидата на пост главы исполнительной власти государства диктатуры буржуазии, не приходится. Это не трибуна. Это определенный пост. Это определенный пост. И это то, что для партии пролетарской недопустимо, как и участие в работе буржуазного правительства. В работе буржуазного правительства. Итак, основная программная цель коммунистической партии – это объединение рабочего класса, организация его классовой борьбы за осуществление пролетарской революции, завоевание пролетариатам политической власти, подавление сопротивления буржуазии, построение государства диктатуры пролетариата. Государство диктатуры пролетариата служит для чего? Для неизвержения класса. Да, первая задача – это уничтожение частной собственности. Частной собственности. Имеется в виду частная собственность на средства производства. Что значит уничтожение частной собственности? Национализация. Вообще не вообще. То есть, из рук частных лиц или группы лиц, да, средства производства переходят в общественную собственность, в пользование всего общества. Соответственно, все блага материальные, которые создаются с помощью этих средств производства, они принадлежат уже всему обществу. Ну, и это тоже не конечная цель. Дальше, что происходит после того, как отменена частная собственность? Конечная. Дальше, куда мы движемся? В каком направлении? Когда у нас нет уже частной собственности, как называется такая фаза коммунизма, как называется? Первая фаза. Первая низшая фаза коммунизма – социализм. Она характеризуется тем, что нет частной собственности на средства производства, но сохраняются классы. Какой класс сохраняется, собственно? Какой класс остается? Мелкой буржуазии, если частной собственности нет. Но она остается же еще в начале, но они на данный день не умерли. Нет, подожди. Есть переходный период, да, мы сейчас его не касаемся. Переходный период, когда сохраняется, естественно, после завоевания пролетариатом политической власти, он получает общество и производство в том виде, какой оно есть. То есть, там есть государственная собственность, да, то есть, ну, государство, став государственным диктатурой пролетариата, эту собственность, соответственно, обосчисляясь сразу автоматически, можно сказать. Есть частная собственность лиц, потому что сразу, естественно, она не переходит, она должна быть национализирована, как правильно заметили. И, опять же, мелкая всякая сохраняется, частная собственность. Да, мелкая. У мелких собственников. Так вот, это все переходный период, так называемый. Окончание переходного периода характеризуется тем, что частной собственности не остается. Крупная частная собственность, что с ней происходит? Она национализируется. А с мелкой частной собственностью что происходит? Кооперироваться. Совершенно верно. Отчасти, да, вот происходит кооперация. То есть, мелкие частные собственники, они объединяются, создают артели, какие-то объединения. То есть, это становится таким вот вариантом общественной собственности. Часть расстаются со своими, так сказать, средствами производства, потому что невыгодно просто. Да, если есть крупное машинное производство, и просто экономически становится невыгодно быть мелким производителем. Потому что по мере роста производительности труда, естественно, цены на товары, которые производятся в массовом порядке, они снижаются. В отличие от того, что мы видим сейчас. Значит, это снижение приводит к тому, что мелкое производство, оно становится все более и более невыгодно. Сейчас почему выгодно мелким производителям? Почему они могут, так сказать, существовать в порах крупных монополий? Потому что идет монопольное повышение. Совершенно верно. Монополии задирают цены настолько, что, естественно, плюс вот этой к цене производства настолько большой, что мелким производителям они могут уже произвести этот товар и продать дешевле. Ну, конечно, если их сразу не задушат крупные. Но всех не получается, потому что все равно это как садок такой функционирует для крупной буржуазии. Так вот, построение социализма характеризуется тем, что частной собственности нет уже на средственное производство. Соответственно, нет антагонистических классов. Какой класс сохраняется? Остается класс. Ну, класс какой-то должен осуществлять, диктатуру вообще-то. Если государство, диктатуру пролетариата, какой класс осуществляет? Значит, диктатура пролетариата, да, остается рабочий класс. И рабочий класс, он сохраняется вплоть до полного уничтожения класса. То есть, классовые интересы у рабочего класса остаются. Какой основной классовый интерес рабочего класса? Уничтожение класса. Полное уничтожение класса, да. То есть, последний должен, это рабочий класс, а каким образом он исчезает? Как класс буржуазии, как угробный исчезает, понятно. Как исчезает рабочий класс? Как это происходит? Ну, растворяется в обществе. А за счет чего это происходит? За счет вращения рабочего класса. Рождающие телезрители. То есть, да, разница между... Совершенно верно. Ну, может быть, кто-то может подробно по этому вопросу выступить. Да, пожалуйста. Если кто-то, пожалуйста. Ну, рабочий класс как бы растворяется в обществе. Все рабочие умственного, физического труда не уже перестают являться таковыми. То есть, в их жизни, в общественном, в их труде перестают быть определяющим какой-то вид труда. За счет производительности снижается количество рабочих часов. Каждый член общества, ну, допустим, один час проводит у станка, один час занимается черчением каких-то деталей. А свободное время посвящает своему свободному всестороннему развитию. И уже нельзя про какую-то группу людей точно сказать, что они определенно рабочие. Потому что живут и не работают. Совершенно верно. Спасибо. Ну, и что в таком случае происходит вообще с политикой и с политическими партиями? А также с государством, с демократией. Отмирание. Совершенно верно. Происходит отмирание. За счет ЧКО. За счет того, что классы исчезают, а политика, как мы знаем, это борьба классов за завоевание, удержание и осуществление государства. Соответственно, по мере того, как отмирает единственный оставшийся класс, исчезает вернее, отмирает, правильно сказать, да, растворяется в обществе. То есть все общество, по сути дела, становится таким единым, да, однородным. Но не в плане того, что все одинаковые, всех, так сказать, ходят по линейке, маршируют, встают по будильнику одному и так далее. Конечно, этого нет. Мы не можем сейчас решить, да, так сказать, вопросы, как будет вот это будущее общества устроено. Поэтому и Ленин говорил о том, что, вслед за Марксом, что коммунизм это не какая-то точка, к которой мы должны прийти. Это движение. Мы знаем те этапы, которые должны пройти до того, как полностью исчезнут классы. Классы исчезают только при диктатуре пролетариата. Без диктатуры пролетариата они не исчезнут. Поэтому те, которые выступают против диктатуры пролетариата, они выступают за сохранение существующего строя, за консервацию. Потому что никакие реформы, никакие улучшения, никакое перераспределение доходов, никакое перераспределение произведенной прибавочной стоимости, оно эту задачу не решит. И коренной вопрос уничтожения классов и построения бескласса общества невозможно решить в рамках существующего общества буржуазного. Поэтому коммунистическая партия, если это действительно коммунистическая партия, она выступает открыто и прямо за диктатуру пролетариата. За власть рабочего класса. И это является критерием, который отделяет настоящего коммуниста от мелкого и немелкого буржуа. И мелкого буржуа. Ну и наконец по шестому вопросу. Сколько же у нас может быть коммунистических партий? Кто хочет ответить? Очень вопрос, очень легкий. Можно выйти и сразу получить зачет по сегодняшнему семинару. Давайте я скажу. Да, пожалуйста. Тут идти недалеко. Кто-то может поспорить хочет. Вот у нас, например, сколько сейчас зарегистрированных? По-моему, три коммунистические партии, да? А не зарегистрированных, наверное, штук 20 или сколько там. Ну, 10-то точно найдется. Это призма буржуазная. Вот. И все они, не все, кстати, называются коммунистическими, но вот в Думу баллотировались, по-моему, три там. Коммунисты России, КПРФ и еще какие-то коммунисты. И мы знаем и другие вот есть партии, которые постоянно называют себя коммунистическими. Почему все-таки одна партия коммунистическая? Буржуазных партий может быть несколько. И мы знаем, что устойчивые политические системы при капитализме, устойчивые, да? Не те, которые вот в таком вот амебообразном состоянии, как наши находятся. Они включают в себя, ну, как минимум, там, две партии. Может быть, три партии. Ну, две точно. В Соединенных Штатах, допустим, да? Две партии с республиканской макаркетической. В Великобритании тоже там две партии. Коммунистическая партия. Вот был упрек такой, что в сторону коммунистической партии, допустим, когда-то прозвучало, может быть, впервые, когда была принята Конституция 1936 года, которая вроде как расширила, то есть, там, элементы демократии парламентской появились, а партия одна осталась. Вот, дескать, не совсем демократично. У рабочих нет противоречий, у рабочего класса нет противоречий, поэтому не может быть много фактических партий одного. Может, тут полиция диалектично, пока коммунизм и социализм не победил, то что-то общее, что объединяет и пытается превозмочь буржуазию, буржуазию, как бы объединяет все социалистические силы, а после того, как социалистический строй побеждает, в нем проявляются внутренние противоречия, и тогда уже вероятность распадения на разные, различные партии увеличивается. То есть, вы считаете, что после завоевания паралитариатом политической власти не консолидация происходит, а наоборот? Да. Так, а в чем противоречие-то внутри? Внутри коммунистической партии какие могут быть противоречия? Ну, к примеру, вот когда происходили события начала 20-го века, был спор, возможно ли построить социалистическое государство в отдельно взятой стране. В итоге победили, я с фамилией могу напутать, ну, в стадии там, которые утверждали, что такое возможно, и реализовали эту идею. У него были противники, которые говорили, что социалистическое государство невозможно построить в одной стране, поскольку слишком сильна кооперация между различными странами мира, и в одной стране невозможно производить всё. Следовательно, ты будешь... Такая страна, которая пытается построить социализм, будет зависеть от всех других стран, и объединившись, капиталисты её просто раздают. Ну, в итоге, у всех этих споров появилась аксиома, что можно построить социалистическое государство в отдельно взятой стране, но эта страна должна быть большая и сильная. Ну, аксиома – это то, что принимается без доказательств, да? То есть, поэтому слово аксиома здесь неприменимо. Это как раз было доказано, вот это положение. Это положение было доказано. И положение о возможности победы социализма в отдельно взятой стране – это развитие марксизма. Потому что Маркс имел дело, и Энгельс, да, они имели дело только с зарождающимся империализмом, он только-только появлялся, так сказать, на горизонте. А то формат, который мы рассматривали, это так называемый капитализм свободной конкуренции. И он и вел себя по-другому, и по-другому совершенно развивались страны, да? Значит, но капитализм всегда имеет в себе зерно конкуренции, всегда идет борьба внутри самого класса капиталистов. В результате чего, в результате конкуренции происходит монополизация. Формируются монополии, эти монополии подминают под себя государство, и формируется государственно-монополистический капитализм, то есть империализм. И вот как раз Владимир Ильич доказал, что неравномерность развития стран при империализме, ничего не было при капитализме свободной конкуренции, как раз приводит к тому, что революция пролетарская может произойти в наиболее слабом звене империалистической системы. Что, собственно говоря, произошло. И дальше уже на практике доказало эти положения. А также то, что, может быть, не только пролетарская революция произойти, установлено государство диктатуры, пролетариата, но и построен социализм, то есть коммунизм в низшей фазе. О построении полного коммунизма, конечно, в рамках отдельно взятой страны говорить невозможно, потому что пока есть капиталистическое окружение, пока классы присутствуют вне страны, антагонистические классы, соответственно, должно сохраняться государство диктатуры пролетариата, и оно сохранялось. И пока оно было государством диктатуры пролетариата, пока его сущность не менялась, страна жила и страна развивалась. И развивалась в сторону социализма. Развивалась на своей собственной основе, на основе социализма. И ширилось число социалистических стран. Более того, если бы не предательство верхушки КПСС, если бы не то, о чем вы говорили, это противоречие. Противоречие – это не внутри рабочего класса, а противоречие между пролетарской и мелкобуржуазной и буржуазной идеологией. И противоречие внутри партии – это противоречие между носителями пролетарской идеологии и носителями буржуазной идеологии. Потому что в партию, как вы понимаете, когда она становится правящей, проникают люди, которые далеко не всегда хотят отставить интересы рабочего класса, а просто хотят воспользоваться положением правящей партии для того, чтобы отстоять и защитить свои собственные интересы личные. В том числе. И вот борьба внутри партии происходит как раз между носителями вот этих, так сказать, прогрессивных пролетарских идей и идей мелкобуржуазных и буржуазных. И эта борьба, естественно, она довольно острая, и эта борьба, она не происходит в вакууме, и страны капиталистические, естественно, они своих сторонников, то есть носителей буржуазной идеологии, они поддерживают, они подпитывают. Поэтому перевес зависит во многом от того, насколько массы действительно участвуют в политике. Когда массы отстраняются от политической борьбы, когда они перестают учиться, перестают различать между теми, кто действительно отставит их интересы, и те, кто отставит интересы противоположные, вот и, к сожалению, происходит и перерождение партии, и перерождение профсоюзов, и перерождение государств в конечном итоге. Поэтому в будущем задача пролетариата будет не только завоевать политическую власть, не только построить государство, диктатуру пролетариата, но и защититься, как бы, защититься от собственного государства, от перерождения собственного государства. Каким образом это можно осуществить? Это осуществляется через систему Советов. Владимир Ильич подробно этот вопрос рассматривал. Ну, это отдельная большая тема Советов. У нас будет в следующем семестре семинар. Советы, которые объединяют законодательную и исполнительную власть, которые связаны непосредственно с производством, то есть с производственными общинами, с коллективами. Вот они являются как раз теми опорами, то есть основой государственной диктатуры пролетариата, которая должна сохраняться вплоть до наступления полного коммунизма. наступления полного коммунизма. Так, пожалуйста, у нас осталось 10 минут. Если есть вопросы, есть вопросы из интернета? Да, пожалуйста. Так, вопрос получается от Алекса Питерса. Вопрос по поводу борьбы за 6-часовой рабочий день. Не возникает ли здесь парадокс 4-х дневки? 6 часов в сутки на 40 часов в неделю. Это 6,5 дней работы придется. То есть без выходных вообще. Я не внимательна, я не векал. Очень хороший вопрос. Речь идет о том, что рабочий день должен быть сокращен до 6 часов при 5-дневной рабочей неделе. То есть речь идет о сокращении, по сути дела, рабочей недели. Потому что у нас сейчас единицей измерения трудовой нагрузки является не день. Является неделя. То есть в неделю не должно быть более 40 часов отработано. Не более 40 часов. Меньшее закон не запрещает. Поэтому, когда мы говорим о 6-часовом рабочем дне, речь идет о стандартной, так сказать, 5-дневке, на которой находится, в общем-то, большинство трудящихся в нашей стране. Если речь идет о других, о другой продолжительности рабочего дня, то она должна сокращаться пропорционально. Речь не идет о том, что мы должны вернуться к 6-дневке и, так сказать, вот это дополнительное время растянуть. Нет. Речь идет именно о сокращении рабочей недели. Ну, соответственно, и это, в общем-то, только начало. Потому что вы знаете, что сейчас производительность труда позволяет сократить еще больше рабочий день. Еще больше. В свое время я, выступая на съезде Рабочей партии России, предложил также второй лозунг выдвигать о сокращении рабочей смены до 6 часов. Потому что, на самом деле, далеко не все работают по 8 часов. Да, есть там 12-часовые смены, есть 24-часовые смены. К сожалению, есть и более дикие формы занятости, когда человек там работает несколько суток. Когда мы говорим о сокращении, для того, чтобы действительно появлялось свободное время, то мы должны, конечно, сокращать не только день рабочий, но и рабочую смену. Тогда у человека будет возможность каждый день заниматься какой-то другой деятельностью, направленной на собственное развитие. Что касается четырехдневки. Значит, здесь мы видим фигуру умолчания, так называемую. Потому что вроде как подается как сокращение рабочего времени, но о сокращении рабочей недели, о сокращении вот этих пресловутых 40 часов никто речи не ведет. Не знаю, проскользуло это мимо или нет, так сказать, мимо сознания или нет, но вот Медведев отменил так называемый ГОСТ и декреты, да, действующие, вернее, декреты. В том числе и декреты о 8-часовом рабочем дне. Я думаю, что это сделано не случайно. Потому что это облегчит, так сказать, переход вот к этой сжатой рабочей неделе. Декрет о 8-часовом рабочем дне никто не отменял, по сути дела, да? Поэтому пока он действовал, по сути дела, незаконно было бы удлинять рабочий день, даже сокращая рабочую неделю и добавляя один дополнительный выходной. И сейчас это можно делать, так сказать, совершенно спокойно. Поскольку мы знаем, что власть, да, так сказать, это диктатура всегда, то есть не ограничена никакими законами, поэтому буржуазия творит, что хочет. Но творит она до тех пор, пока ей это позволяет делать рабочий класс и те, кто ему сочувствует. Вот в отношении пенсионной реформы, к сожалению, так сказать, гол прошел, да? Все утерлись, как говорится. Но мы знаем, что реформы, они, скажем так, ответ на какие-то реформы не всегда пропорционален степени тяжести вносимых изменений. Если мы посмотрим, что сейчас в Эквадоре творится, да, там повысили проезд на метро. У нас, кстати, тоже собираются повысить до 60 рублей. Вот. И это оказалось той соломинкой, которая переломила спину верблюда. В Эквадоре цены на бензин хотели? А, цены на бензин. А в Чили метро? В Чили, вот видите. Вот. Да, но я думаю, что это звенья одной цепи. Да, дело не в том, что зашлет или не зашлет. Соответственно, принципиальный вопрос, сокращается ли рабочая неделя в целом или нет. Когда Рабочая партия России говорит о сокращении до 6 часов, речь идет о пятидневке. Когда буржуазное правительство говорит о сокращении рабочей недели, скорее всего, речь идет об уплотнении рабочей недели и удлинении, соответственно, до 10 часов ежедневной работы. Еще вопрос? Да, еще. От Ольги Мординовой. Почему в Северной Корее 8 партий? Почему 8? 8 партий в Северной Корее почему? Не могу ответить на этот вопрос. Почему в Северной Корее 8 партий? Ну, кроме коммунистической партии Северной Кореи, я, к сожалению, партий не знаю. Я думаю, что... Ну, дело в том, что ведь и в первые годы советской власти были партии, да, которые, так сказать, левые эсеры были, да. Видимо, эти партии, они не выступают против государства, диктатуры, пролетариата, поэтому им позволяют существовать. Это одно объяснение. А второе объяснение... Возможно, эти партии не являются партиями в буквальном смысле этого слова, а являются объединениями, такими клубами по интересам. Как у нас, например, вот из 51 партии, ну, вот, там, партии, допустим, за все хорошее, как это кажется, да, партия добрых дел, там, и так далее, вот, родителей будущего. Ну, это объединение по интересам, они не борются за политическую власть. Раз они не борются за политическую власть, почему бы не разрешить их существование? Вопросы из-за аудитории? А вот у нас в университете профессорско-преподавательский состав у нас 36 часов в неделю, и мы 6 дней работаем. Это как-то касается нас эта борьба, или она касается только вот непосредственно промышленных рабочих? То есть, мы вроде как не пролетариат в таком смысле слова? Ну, когда двигается лозунг сокращения рабочего дня, речь идет о сокращении рабочего дня для всех. Потому что у нас, в общем-то, единая система, да, трудовой кодекс, он предусматривает единая продолжительность рабочего времени для всех категорий. за исключением тех, кому по условиям труда положено сокращенное, так сказать, сокращенное, да, рабочее время уменьшение. Это вредные условия труда, ну, в частности, у преподавателей и так далее. Конечно, когда выдвигался лозунг о 8-часовом рабочем дне, там, больше 100 лет назад, и подчеркнул это и Маркс о том, что речь идет о законодательном сокращении рабочего дня, да, то есть, он должен быть сокращен для всех, в том числе и для преподавателей. Преподавателям, я думаю, тоже необходимо дополнительное свободное время для собственного развития. Но в первую очередь, в первую очередь, и это убедительно показал в своей книге Александр Владимирович Золотов сокращение рабочего дня, как путь, или способ повышения производительности труда, да, сокращение рабочего дня, его монография, о том, что сокращение продолжительности рабочего времени в меньшей степени затрагивает рабочих. То есть, у них меньше всего свободного времени, на самом деле. Потому что все остальные категории граждан, они даже в рамках своей трудовой деятельности, они определенным обладают временем свободным. Те же самые преподаватели, да, имеют возможность там в свое рабочее время что-то почитать, позаниматься наукой и так далее. Рабочие они стоят у станка, они работают, так сказать, от звонка с звонка, и никакого свободного времени во время производства, конечно, речи не идет. Ничего вопросов? Да, пожалуйста. все-таки, коммунистическая партия, она в политическом спектре, она все-таки имеет там место, или все-таки она вне его? Нет, нет. Имеется в виду, ну, вообще, само понятие коммунистическая партия, они... надо понимать, надо понимать, что здесь сам политический спектр это условная шкала, это определенное наше представление для того, чтобы мы могли как-то позиционировать, разместить таблицы, так сказать, для того, чтобы мы могли представлять даже в отношении коммунистической партии. Конечно, я считаю, что она стоит перед, так сказать, вот этим спектром политическим, и единственное, для чего можно использовать вот этот спектр, это для того, чтобы, ну, как-то, так сказать, каких-то временных союзников себе вербовать, да, для борьбы с крупной буржуазией. Ну, из мелкобуржуазных партий, наверное, наверное, так сказать, в решающий период, так как это было период Октябрьской революции, наверное, да, возможно. Но он, конечно, берет власть всегда один класс. Вот, а в целом, ну, мы должны представлять о том, что, да, есть политический спектр буржуазных, мелкобуржуазных партий, есть коммунистическая партия, которая должна всю эту политическую систему уничтожить и заменить своей государственной машиной. Спасибо. 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 Есть рабочая партия России. Пожалуйста, можете подать заявление, вступить, вот, ну, или, так сказать, если вы сочувствуете, просто пока, учитесь, посмотрите, много людей через красную степь. Собственно, это сейчас основной канал. Продолжение следует... Продолжение следует...